Рустам Солнцев, блогер, у нас на связи. Рустам, привет. Добрый день. Давай начнем с Анастасии Ивлеевой. Она выступила в достаточно скромном виде, дала интервью, там иконы, там совсем другая Анастасия Ивлеева, не похожая на себя до голой вечеринки. Для чего, почему и зачем, как ты думаешь, она это сделала? Ну, тут надо понимать, кому она дала. Дело в том, что этот чувак, у него свой телеграм-канал был, который, наверное, еще и продолжается, который в какой-то момент мне тоже было интересно, потому что там были такие приколы, как бы приколы такого молодого мужчины, не старого такого, ну не юноши, но мужчины, у которого есть какая-то там, по-моему, семья, какой-то маленький ребенок, и это такой более-менее современный индивидуум, находящийся в пространстве Москвы. И я даже верил в это во все, потому что ссылку на этот канал я увидел у людей, которые вообще, в принципе, пишут о шоу-бизнесе женщины. Такой тоже канал приколов, но они из Украины, и они точно бы не стали рекламировать у себя чувака с военной позиции. А потом, как выяснилось, я помню, как Невзоров запустил у себя список каких-то провластных пропагандистских телеграм-каналов, и там был этот канал тоже, этого чувака. И я тогда подумал, а, теперь я понимаю, почему я вижу у него этот странный такой, такой, знаете, вонючий, непередаваемый какой-то запах, идущий с его канала. Я это понимал в какой-то момент, но мне не хотелось верить. Я верил в хорошее, читая там, эти как бы такие приколюхи. Потом к людям, которые уехали, было какое-то странное. Пугачёва, то да сё, я помню эти его какие-то качели. Но я понимаю, что он не был вовлечён в всю эту систему провластных блогеров, тот чувак, в тот момент, потому что когда люди ему писали в комментариях, точнее нет, когда появилась новость, представляете, как давно уже это было, о том, что Пригожин, тот самый Пригожин, ездит по колониям и сам лично забирает людей из колоний на фронт. И помню, как появилась эта новость, и я помню, как он дал комментарий. А, ещё напишите, что Путин сам ездит. Ну, типа, типа, чё вы тут? То есть, а те, которые провластные, те, которые были втянуты в эту сетку, они, естественно, бы знали, что Пригожин да таки ездит уже. А он был, ну, не при делах. У коры-то он не был, он был как бы сам по себе. Но хотя у Невзорыча, повторюсь, он был тогда в списке вот в этом позорном. Но то, что происходит сейчас, я так понимаю, что его всё-таки подтянули, что всё-таки ему нахлобучили эту шляпу с говном. И каким-то образом он тоже там. Хотя, насколько я знаю, он изображает в этом интервью, которое, конечно же, мы смотреть и будем. Но немножечко так. Я уже увидел там два каких-то сюжета по полторы минуты достаточно. Ну, так вот, он изображает из себя, насколько я правильно понял, чувака, который, о, Настя, садись, да ты такая, типа знающего, типа находящегося с ней в каких-то отношениях. Но этих отношений нет, даже если посмотреть по тому сюжету, который там внутри. Он сидит действительно в каком-то очень странном виде, как будто бы памперс забыл поправить. Есть такие памперсы для взрослых. И он робеет, у него вид робеющего человека перед действительно замечательной, знаменитой женщиной, которую многие до сих пор любят. И желают ей всего самого хорошего. И искренне не понимают, что это за такое там сидит. И с ней вот это вот там барагозит. Действительно, люди не понимают. Но эти иконы, это его страстная сноска. Кого он хочет обмануть? Он у себя там матом садит в телеграм-канале и пишет всякие скабрёзности. Какой ещё боженька? Бог у него один, Путин. Он молится в ту сторону. И он должен это чётко понимать. У него должен висеть обычный портрет. Пусть он возьмёт это в иконостас. Я совершенно не против. Пусть украсит этот портрет цветами. Я тоже буду засчитывать это за прогиб, пролиз, как это у них там называется. Но при чём тут боженька? При чём тут свечи? И при чём тут это всё? Видно, что, конечно, её взяли за ухо Ивлеевой и сказали, что должна пойти. Потому что, ну, допускаю, что его чувака этого взяли в оборот, реальный оборот. И для того, чтобы повысить ему просмотры, ему послали, а её пинком заставили к нему прийти. Если она не ходила до этого, то с каких елтухов она пойдёт туда сейчас, учитывая, что он нунэйм, она бы на самом деле пошла бы к Собчак. И Собчак бы там исповедалась. И рассказала бы, и тем более та сама пострадала. И вот они биты и не битого бы вёз в этой всей ипостаси. А тут она идёт и своим появлением рекламирует какого-то чувака, учитывая, что заработки у неё сейчас отсутствуют, те большие, которые были. А то, что там про Ламборджини пишут люди, тебе, Вадим, о том, что она рассекает, я боюсь, что уже нет. Уже не рассекает. По одной простой причине. Обслуживание дорогое. Простите, у меня раннее утро. Страховка дорогая. И так далее, и тому подобное. Я думаю, что этой машины у неё уже нет. В любом случае, факт её появления там, он был предрешён. Они тоже понимать хотели. Ждали её какую-то готовность к тому, пойдёт не по... Готова, не готова. Какое-то время. И когда она сказала, да, ребята, я выдохнула, я иду. Ей сказали, вот сюда, здесь, в такое-то время. И она появилась. Но она же там как раз ещё призналась, что поехала на Донбасс. Он спросил, а почему не афишировала? Ну, это дело такое. Но, собственно, это проговорила. То есть, я так понимаю, что это в обязательный пакет для всех участников голой вечеринки теперь входит. Пресечение оккупированных территорий. Между прочим, напоминаю, что когда Ивлееву не заставляли, и она сама по себе где-то появилась несколько месяцев назад, на чуть-чуть. Такое как бы у неё, такая была там, она в роли самой себя тоже на какой-то говорильне. Так вот, там её не заставляли. Я сейчас не вспомню, что это был за ресурс. И никакого Донбасса в её тогда появлении, никаких покаянных речей, ничего не было. Была просто Настя Ивлеева в своём камео Настей Ивлеевой. Всё. Просто напоминаю, для тех людей, кто верит в это, её, ну, сама по себе пришла, вы знаете, так выговориться надо, обязательно про Донбасс. Ну, конечно же, нет, конечно же, заставили. Ещё раз. То есть здесь заставили, и здесь она говорит по повестке. По той повестке, которая ей нужна. По пропагандистской линии своей. От неё она не отходит. Никаких приколов, смехов, нету ничего. Есть только вот голая, вот эта пропагандистская речуга, по которой она следует. Выходить за рамки она не может. Она тут тоже скромна, тут причесочка, то да сё. Ни про каких чуваков, которых она там себе находила в последних своих шоуах, появляясь то там, то там, намеренно искажаю слово шоу. Ничего тут нет. Никакого этого нарратива, что за этого бы замуж вышла, а с этим харьком просто бы трахнулась. Ничего этого нет. Потому что она пришла, её заставили за ушко, да на солнышко. Всё, ещё раз настаиваю на этом. И всё там к этому. Давлеет всё об этом, вопиет всё это её появление здесь. Мне по-прежнему очень жаль. Мне лично жаль, как здоровому быку, метр восемьдесят шесть, ростом. Жаль эту девку, маленькую, размером с кошку и весом с кролика, которая там сидит сейчас и поссорится. Это очень плохо. Вот даже Собчак избежала этих покаяний, появлений где-нибудь у Соловьёва, у Малышевой, я не знаю, у Малахова, я про того Малахова, который огурчик в попу всовывает, про доктора Малахова. То есть она избежала Собчак, как-то счастлива всех этих. Она по-другому платит Собчак в самом деле. Но вот Ивлеева вот тут прям на колени. Прям молись, детка, молись, Дестемона. Весь этот позор мы сейчас видим. Ну а всё-таки её, как ты думаешь, заставили раскаяться в том, что она говорила Дудю, потому что он спросил, что бы ты сказала Владимиру Путину. В прошлый раз у Дудя они будут цитировать, там есть нецензурная лексика. Я помню. Не устал ли? Владимир Владимирович? Помню, да. она сказала, чем помочь Владимиру Владимирович? Вообще признала, что испытывает певи-симпатию. Это уже даже... Знаешь, мы-то знаем, что это лицемерие. Может быть, для какой-то публики. Хотя, какая такая публика будет смотреть Настю Ивлееву, та, которая её не знает и не помнит тот её настоящий, гомерический, классический, тот ещё ламповый, её ответ на этот вопрос. Дудя, что бы ты делала, появившись перед дедом? И тот её ответ. Я бы у него спросила, не затратился ли ты? Вот так мягко я переведу тот её ответ. И тут она даёт другой ответ совершенно, который ты уже озвучил, о том, что чем помочь, и так, чем помочь, перевожу, чего изволите? Это та самая поза, в которой она сейчас находится, то лакейство, в которое они её пригнули. Если поначалу, конечно, поначалу мы ещё как-то очень многие входили в положение Насти Ивлеевой, заставили, всё бедненько, я помню, как её собчашка даже жалела, то сейчас для многих, конечно, это будет непонятно, но я по-прежнему пытаюсь войти в это положение, понимаю, что она не властна сама над собой, там по-прежнему у неё есть этот бизнес, эти её, какая-то жрачка, которые она, какие-то закуски, что-то там она производит, производила, потом то ли они закрыли навсегда, то ли просто так закрыли конвейер на какую-то проверку, всё это тоже ведь неприятно, а терять это ощущение богатой, родовитой, белой женщины, владелицы пространств и плантаций, так не хочется, выпускать этот хлыст, которым она раньше хлистала, это пространство, да я таки, как правильно сказала Милана Петрова, замечательный блогер, раньше будучи известной как Андрей Петров, замечательная Милана, она ведь была птицей, это прямая речь Миланы, она ведь была птицей, которая летала, а они теперь взяли кирпичом, перебили ей крылья, и с перебитыми крыльями она еще им клянется теперь еще и в любви и вечной преданности, удивительная реальность, уродливая, в которую мы сейчас все погружены. А Тимур Иванов, учитывая, что арест, задержание, арест замминистра обороны России, как я слышал, это продолжение голой вечеринки, гламурный образ жизни, вечеринки с Песковым, да и не только с Песковым, тоже любитель шоу-бизнеса, это связанная вещь, как ты думаешь, и как ты оцениваешь то, что с ним происходит сейчас? Я больше скажу, я сам однажды был свидетелем того, как Тимур Иванов и Светлана, она Светлана, да, Светлана Захарова, она же Светлана Маниович, она же, она же Иванова, подруга его жизни бывшая, я так понимаю, сейчас, он находился уже с другой женщиной, как-то зайдя в клуб, был такой клуб, сейчас, видимо, его уже давно нет, клуб Манон, такой, на Краснопресненской, зайдя туда, как-то так скромненько, я один приехал туда, очень хотелось какого-то, какого-то веселья, а у меня какое веселье, я все время тверезый, трезвый, я заходил, так вот, чего-нибудь, там, Кока-Колу лайк, туда чуть-чуть мне льда, и я вот так стою и просто поглядываю там на всех тех танцующих, и тут я узнаю эту прекрасную парочку, но они недолго на столе протранцевали, там был такой невысокий стол, и он так вот на этот стол, видимо, видимо, так вот, как-то допинг еще работал, а допинг, это же не выпивка, когда ты лезешь на стол, это другое, другое, не буду называть эти запрещенные вещи в кадре, ну, в общем, то, что сознание расширяет, как когда-то расширяло Баскову, и люди не могли понять, какого черта этот толстяк лезет вечно на стол, тут люди сидят, сидят, вот прилежная лайма, а он лезет просто башмаками по столу и вот так бежит по этому столу, а там еда на столе, вот там, видимо, было то же самое, какое-то веселье забористое, и я только смотрел, я увидел только тот момент, когда они на столе уже дотанцовывали вдвоем, уже не очень веселилось, уже было там за три часа ночи, и как-то они так потанцевали, и он, знаете, для, между прочим, для танцующего на столе был не очень гибок, потому что я помню, что у него было такое аккуратное, не сильное, небольшое, не разъеденное, не рассобаченное, но такое пусцо, такое вот, с которым сильно не поскачешь, и я помню эти их поскакушки, буквально, то, что я застал, буквально минуты полторы, и потом как-то они так, как-то с этого стола они слезли вдвоем, ну и все, и я как-то их утерял из виду, слушайте, приличные люди, я узнал, кто они такие, но тогда он не был в этой должности, но женщину я это помню. Он в погонах был тогда, или все-таки в гражданской одежде? Нет, он был в гражданской одежде, это цивильный клуб, для цивильных, ночной клуб, это Манон, я очень хорошо помню, что это было в той линейке клубов, потому что там, где Манон, там был женок внизу, который принадлежал и Константину Эрнсту, в тот момент женок, очень вкусный ресторан, и рядом с Маноном был какой-то танцевальный бар, очень хорошо помню, и публика была очень приличная, и между прочим, я там с людьми познакомился в ту ночь, и с кем-то даже разговаривал, ну в общем, было это, я даже помню, когда, это было где-то 13-14 лет назад, представляешь, как давно это было все, очень давно, но в любом случае, то, что мы видим сейчас, и тогда, кстати говоря, в то же самое время, я очень хорошо помню магазины Светланы, тогда она была Светлана, уже Светлана Иванова, она была уже замужем за ним, магазины в метрополе ее, я помню их по витринам, а почему помню? Я читал в Светской хронике, что метропольные магазины, вот внизу, огромные эти витрины, принадлежат конкретно ей, и у меня тогда был один и тот же вопрос, когда я проходил мимо них, почему в этих магазинах, почему в этой замечательной роскоши, в этих красивых платьях на витринах, и внутри, ты видишь, что там внутри, в этих пространствах, никогда нет ни одного человека, никогда ни одного, а Москва тогда она уже была довольно люксовая, люди уже понимали вкус красивой и дорогой одежды, но там не было никого, никогда, я помню, как я со своей сестрой Ксюшей, мы шли куда-то, мы там жили неподалеку, поэтому часто ходили, гуляли там, я говорю, Ксюша, обрати внимание, никогда никого нет, внутри, теперь я понимаю, почему, ну, даже не теперь, я раньше понимал, сейчас могу об этом сказать, я думаю, что в тех магазинах отмывались деньги, как в больших магазинах, в больших пространствах, в которые никто никогда не заходил, но касса работала, как будто туда ходили очереди, просто из разных слоев населения, просто не унывающей толпой, теперь я это понимаю, этот схематоз, бабки отрабатывали, чети пробивались, как будто бы шла продажа, повторюсь, но и при этом деньги шли, в любом случае, в любом случае, знаешь, конкретно у меня, к этому человеку, возвращаясь к твоему вопросу, конкретно заданному, в любом случае, у меня к нему не возникает вот такого противления, и такого презрения к нему, потому что он любил роскошь, теперь понятно, что в Лефортове, на Шконке, ничего этого не будет, я думаю, что они тягают его на допросы, и он израненной тонкой своей душой отвечает им на эти скользкие, неприятные вопросы, пошлые, полные, этого жлобства, какие деньги, что, кому, куда, соносились или брались, и это ему очень неприятно, но клуб Манон уже не вернут, тем более 14-летней давности, но что самое обидное в этой ситуации, что-то мне подсказывает, что не та по фамилии Китаева, и не та по фамилии Иванова, она же Маневович, она же Захарова, никто из этих женщин, которым он кинул под ноги эту роскошь, ради которых, и ради которых он подставился когда-то, беря эти безумные деньги, спасибо фонду Навального, который, ребята, нам показали всю эту безумную роскошь, все это потребление, в себе канон, я скажу так, канон потребления, этот бесконечный консюмеризм, высшего качества, ну так вот, ни одна из этих женщин не пойдет к нему сейчас, и не постоит в этой очереди, а это уже спасибо замечательной Оле Романовой, которая высказала это сожаление несколько дней назад, а я просто сейчас цитирую ее, не пойдет и не будет там стоять с этими клетчатыми китайскими сумками, для того, чтобы своему благоверному передать такие колбаски, что там еще передают, колбаса, печенье, сухофрукты очень нужны, может быть, даже какие-то витамины, ну, что позволено, что дадено, что там в списках, там ведь наверняка есть ресторан при Лефортове, можно заказывать еду, но опять же, у тебя для этого должны быть работающие карты, счета, у него все заблокировано, значит, это должны сделать другие люди, другие близкие, Тимуру Иванову люди, добрые женщины, добрые, просто душой, имеющие рабочую карту, работающую, Сбербанкали, Тинькова, это уже не важно, вот такая добрая женщина, такая пышка из Руана, я не знаю, добрый человек из Сизуана, как угодно назовите, но кто-то добрый, мне очень хочется, чтобы те люди, которым он вот это все делал, вот эти все безумные роскоши, кидая к ногам, повторюсь, все-таки имели совесть, и ему как-то помогли. Вот здесь как раз много вопросов приходит, и спрашивает, а насколько срочны вот институты власти российской с жоу-бизнесом, кто курирует поляну, то есть, ну, есть Песков, он очень любит этот гламор, это даже не нужно разбираться в системе, чтобы понимать, Песков, Навка, светские персонажи, и как раз Ольга Романова сказала нам в интервью, что Песков-то сейчас, наверное, спит не очень хорошо после задержания Тимура Иванова, в любой момент все может измениться, что там сейчас с этим делом, и действительно ли не модно теперь вот вести такой образ жизни, за это Путин сажает, или есть другие причины? Ну, слово «немодное» я бы не стал, оно, знаешь, Вадим, оно некорректное, вот слово «немодное», некорректное, вот неправильное определение ты подобрал, хотя ты мастер слова, я бы сказал, опасно, опасно, вот это правильное слово, опасно, поэтому они и озираются теперь, как на цыганной ярмарке, из того произведения, озираются кто, что, кому, теперь я думаю, навряд ли Дмитрий Сергеевич Песков будет вот так вот бежать, целовать ручки каким-нибудь представительницам шоу-бизнеса, всем этим женщинам с социальной ответственностью, низость, которую я даже не беру сейчас оценивать, потому что не ровен час какая-нибудь из них, какой-нибудь из них тоже попадет сейчас в Раскардаш и начнется опять все то же самое, значит, поездка в Донецк, значит, поклоны, стояние на коленях, все, что мы видели, например, у Лолиты, ну, Лолита получила свое, она предала когда-то большое гей-сообщество, которое ей поклонялось и считали ее персоной все-таки недалекой даже от себя и не близкой, но какой-то персоной, которую можно назвать, но иконической, я бы так сказал, для себя, она выступала в гей-клубах и так далее, а потом вдруг пахнулась на колени перед Мизулиной, тем человеком, Мизулиной старшей, которая известная гомофобка и вообще, как бы, старинная людоедка, она людоедила, ураганила в те времена, когда мы на это, на все смотрели в мирные голубые экраны и думали, господи, что за сумасшедшая кретинка с кулькой вообще, а та уже как бы чувствовала тренд Лолита, продажная душонка оказалась, а теперь неврастенично смотрит в камеру и рассказывает, как она делами занимается, вот сейчас поглажу, сейчас потолок побелю, побели теперь потолок, родная, побели, да, плохо тебя любили, геи, лесбиянки, бисексуалы и прочие небинарные персоны, поклоняясь тебе, любя тебя, теперь только поплёбывать осталось, а что ещё делать, поэтому Песков, я думаю, что будет обходить стороной, вообще это теперь сучье племя, я не думаю теперь, что там теперь будут бахаться они в дёснах, ничего этого не будет, никаких таких братанин, никаких таких, ой, дай обниму, Оля Бузова, иди сюда, и Олечка, такая, хе-хе, дядя Дима, всё, забудьте, забудьте, проехали, всё, точка, да и Песков теперь таскаться туда не будет, не в том дело, что Песков в чём-то будет побаиваться за собой, нет, ну просто, он теперь понимает, а теперь чётко понимает, что никаких, теперь, мягкостей и вольности себе нельзя позволять, повторюсь, опасно. здесь как раз спрашивают, смотрел ли ты фильм Марии Певчих про 90-е, в третьей серии Мария Певчих много достаточно уделяет внимание семье Собчак и Анатолию Собчаку, и Ксении Собчак, и Ксения Собчак отреагировала в своём телеграм-канале достаточно эмоционально на то, что сделала Певчих. Следишь за вообще этой историей? Ну конечно, это самая моя любимая, любимка моя, Ксюша Собчак, сладенькая, которая тут, всё, что она смогла это написать, ничегошеньки по делу, о том, что якобы Маша её оскорбила в этом фильме, ну оскорбила отца, между прочим. Знаешь, Вадим, я больше скажу, я же тогда совсем мелкий был, ну, чуть старше Ксюши, и мне всегда нравился Собчак, мне нравилось его благородство, он был такой для меня, он ассоциировался для меня с сын Бернаром, с собакой. В тот момент, кстати говоря, у меня и был сын Бернар во владении, мой замечательный, прёс, замечательный друг, большой, мощный, благородство. Вот то, что отличает эту породу. И для меня он был таким благородным, и даже тут у него, вот в этом месте у Собчака, как у настоящего записного сын Бернара, вот тут у него висело такое, что-то типа, так немножко, как бы, ну, это я вот, я сейчас без Стёба, вот по-хорошему мне нравился Собчак, я любил его. Я соглашался с Машей в тот момент, тезисно, когда она произносила за кадром о том, что Собчак был хороший говорун, но за делом ничего не стояло, он не мог решить для Питера, Санкт-Петербурга, ничего, хотя решил в самом начале он переименовал его из Ленинграда в Санкт-Петербург и так далее. Ну, то есть, я всё равно любил его, я понимал, что Собчак любит поговорить. Более того, я с любовью и пониманием всегда относился к Людмиле Борисовне, нарусовой маме Ксюше, и отношусь по сей день, потому что я знаю настоящее отношение, презрительное её вообще к режимным проделкам. Знаю, знаю, я понимаю, что Людмила Борисовна не может высказываться в той мере, как раньше, просто исходя из соображений безопасности. Но то, что делает Ксюша, то, как она высказалась, я бы на месте Ксюши уже просто бы промолчал, потому что вот это вот, там, что-то там Маша у неё заимствовала, насколько я знаю, Маша указала на самом деле все материалы, куда она обратилась и где она взяла. В финале, да, она как раз там титры, там, большой. Вот, да, и мы должны, мы должны сказать обязательно. Далее, ещё нужно напомнить о том, что Ксюша высказалась, но как-то опрометчиво, как-то быстро, я бы ей посоветовал, Ксюша, Ксюш, ты по старой доброй традиции обратись к своему мужу, Богомолову, пусть он тебе текстик накидает. И мы, и выдай этот текстик за свой, как когда-то Собчак выдавала, помню, фотографию с чёрной икорочкой и маленькой стопочкой водки у себя в Инстаграме и написала вот такой вот у меня вечер. А люди тут же обнаружили и нашли, что эта фотка была ей стырена где-то из какого-то другого Инстаграма к Собчак, не имеющий никакого отношения. Так и тут выдай текст Богомолова за свой. Мы, как люди добрые, но сообразительные, сразу видим уши богомоловские, торчачие из этого текста в прямом и переносном смысле этого слова. Уж хороши уши у Богомолова. Выдай это, напиши. Как вот совсем недавно, змею напомнить, Собчак написала опять эти ее, уже она обиняками не ходит, экивоков уже никаких нет, она уже напрямую уже чехвостит людей, которые и уехали. Я и на свой адрес это принимаю. Я живу в Лос-Анджелесе, между прочим. И написано, это было понятно Богомоловым. И напомню Ксюше, кстати говоря, ну так уж пришлось, Ксюше, свои люди, сочтемся, родная, о том, что уехавшая, она тоже ведь забывает про уехавших и себя тоже упомянуть. Ведь она была одна из первых, кто побежал тогда. Побежала она, правда, не заради и не топмо войны. Побежала она от того, что ребята ее взяли в полон, которые с ней работали. И для того, чтобы это же не случилось с ней, я помню, ее перепуганный вид, куртка-аляска, два глазика, четко сидящие на переносице, без косметики. Это сразу видать, что это Ксюша. Я-то уж точно узнаю ее из тысячи. Сначала она засветилась на белорусской границе, потом где-то в Балтии, потом где-то в Израиле. Об этом она всегда скромно забывает упомянуть, что она уж бежала так, что тапки ее потерянные и кучу из-под одного места видела вся страна. Ксюш, ты в следующий раз, а это ее теперь любимая тема про уехавших и убегавших, ты в следующий раз не забудь упомянуть и себя тоже, потому что бежала ты, дорогая, слушай, там спринтеры типа Бена Джонсона, которого когда-то удалили из спорта за допинг, они типа, а ты им, нет, не так, ты им такую фору даешь, или они тебе, не знаю, как правильно сейчас сказать, что родненькая, страшно вспомнить, как ты бежала, перепуганная, и ведь мы все за тебя тогда переживали, и никто не смеялся, все реально понимали, было бы, и рассуждали, о, классно было бы, если бы Собчак надели бы на запястье наручники. Реально, Ксюша, да, ты наработала себе большую фан-базу, дорогая, очень много людей тогда так и ждали, когда же это случится, но мама, благодари свою маму, все-таки мамы это то немногое, что у нас есть, у тебя есть Людмила Борисовна, и она помогла тебе избежать всего того позора, который тебя, между прочим, тогда искал по всей стране, и в аэропорту искал, куда ты опрометчиво купила фальшивые билеты, везде искал, да, поэтому, Ксюш, ты всякий раз помни об этом, родная. Ну, в общем, это было маленькое отступление, но в любом случае, Ксюше по делу, так ей и надо, а то, что там папка ее там натворил с Владимиром Владимировичем, так мы все знаем, что Владимир Владимирович работал рядом с Собчаком, работал, да, и Золотов работал, и Ксюша там где-то тоже засветилась в пыжиковом пальто и с варежками на резинке, и в шапчуле, шапчуля на, как же правильно сказать, то, что в ботинке, шапчуле на шнурочках, все это было. Ксюша, поэтому, родненькая, ты тут пиши, не пиши в адрес певчик Маши, оскорбляйся, не оскорбляйся, но, по-моему, все понятно. Мне кажется, что Маша еще была скромна в своих интенциях. Вообще молодец, вообще молодец девка. Вот это, вот это она, конечно, дала им всем просраться, говна в кашу, пусть сидят и ерзают, между прочим. Согласен, буквально совсем. У нас звонок есть, давайте его примем. Здравствуйте, как зовут, откуда вы? Добрый день, Вадим, добрый день, Руся, меня зовут Алина, я из Москвы. Пока, алло, вы слышите меня? Да, да, слушаю вас. Пока Рустамчик хвостил Ксению, я уже забыла, честно говоря, вопрос, но на самом деле все справедливо, потому что, потому что Ксения пошла получать еще, она сбежавшая, она пошла получать паспорт иностранного государства, так что все справедливо, абсолютно. Вот, а я хотела спросить по поводу Блиновской, ее муж вроде как на Донбассе, вот, как ты считаешь, ну, замнут ли они это дело, как-то, или им полегче станет, или что-то в этом роде? Спасибо. Нет, всегда спасибо. Я думаю, что тоже, это та же история, что и с Ивлеевой, ничего не поможет, потому что с Донбасса его решили попросить, насколько я знаю, он стал жаловаться в высшие органы власти, то ли Бортникову, то ли Патрушеву, напрямую, уже не помню, этой великой большой фамилии, куда написал этот, тоже довольно-таки мордатый такой мужик по фамилии Блиновский, старик Блиновский пожаловался на то, что его прут с кухни, потому что то видео, единственное видео с фронта, которое я видел, это вот, значит, собственно, сам Блиновский, какая-то кухня походно-полевая, значит, такой стол, небогатый, но через у него работает снабжно, хрум-хрум, он делает очень хорошо, я так понимаю, что там в тех условиях, вот та вот войсковая часть, боюсь ошибиться, в терминах, прошу прощения, перед людьми, которые знают все это, так вот она не могла просто справиться с его неуёмным аппетитом, и его попросили съехать, попросили, слушай, сказали, вот, это вот, манатки и матери отсюда, могло такое быть, вообще вполне, причина могла быть вот такая вот, тем более он привык к зажиточному, дорогому образу жизни, то же самое, они там столько со своей женой этих невинных душ обманули, со своими медиаториумами, правильно, все так научился выговаривать это все, аудиториумами, прошу прощения, опять же, ну, короче, сейчас, его сейчас, пребывание, где он находится, сейчас, Блиновский, не знает, по-моему, никто, я хочу подытожить с ним, где он, то ли на фронте, то ли его уже возвернули во своей оси, неизвестно, мы не знаем, но в любом случае с ним ситуация смешная, но то, что Блиновскую никто не отпустит, без приговора она никуда не уйдет, приговор может быть разный, он может быть как от смешного, там, допустим, ну, за отсиженным, условно говоря, есть такое, есть такой термин, это когда она выплатит все, и сейчас, насколько я знаю, они все там продают, все свое шматье, хламье, все свои ламборджини оранжевого цвета, СВО, все это они продают, и для того, чтобы расплатиться, они поняли, что миллиончиками, десятками миллионов уже не пойдет дело, надо отдавать миллиард, действительно, надо ярд отдать, поэтому пока вот это все не случится, и потом будет какой-никакой суд, судейские что-то там присудят, но опять повторюсь, мне кажется за отсиженным, потому что ко мне в чат, в мой ютюб приходят знаменитые большие юристы, знаменитые в моем чате, хорошие, здравые люди, и они подкинули мне вчера, кстати говоря, эту мысль. Кстати, про юристов, то, что Пашаев юрист-адвокат Михаила Ефремова получил тяжелое ранение, и непонятно, что с ним он тоже отправился в зону боевых действий. Вот опять же, не худые, но умные, разумные люди, юристы, в моем чате, хорошие девчонки, подкинули мне опять же травишек в огонь вестима о том, что все эти новости с Пашаевым, его таким вот безумным ранением, это тоже может быть тоже за денежки, то есть денежки он платит, изображает из себя раненого в задницу, собственно, все, для режима он буквально герой, ну куда, куда не пойди, ну повсюду, всюду герой, и здесь герой, и там герой, и ничего про него сказать уже нельзя, и пошутить на его тему нельзя, и морда, это аферистичное, клоферинчик на доверии, Пашаев, то же самое, вдруг становится героем, которому возвращают все, потому что он так отгеройствовал, и значит звание его адвоката Срантова, и все проще, и тому подобное, ну в общем-то, все ради этого, это точно, этот аферист клейма негде ставить, в литературном смысле этого слова, все делает для того, чтобы его возвернули в его сан адвокатский, и это видно, это его хитрожопая улыбка, он очень смешный, очень. Ну а он все-таки отправился на войну из-за Ефремова, то есть из-за этого дела, или по какой-то другой причине, и что с Михаилом Ефремовым, как ты думаешь? Михаил Ефремов, по одним источникам он уже пропустил, якобы, свое условно-досрочное освобождение, по другим источникам оно будет только в сентябре, возможным, далее, насколько я знаю, его шесть раз, этого Пашаева, лишали уже, возможности быть адвокатом, забирали у него этот статут адвокатский, и шесть раз забирали, и шесть раз таки возвращали, насколько я понимаю. И тот раз, который видели мы, был один из них. То есть этот клоун, он знатен, как коверный. И его проделки и жалости мы видим в том числе и сейчас, с его ранениями. 800 дней войны, ну, то есть война идет дольше, с 2014 года, но именно после широкомасштабного вторжения, вот такая большая война, когда все маски были сброшены. Как изменилась твоя жизнь, и что изменилось тебе за эти 800 дней? Ну, одно и то же говорю. И тут буду неизменен, как говорится. Мы все морально, этически, нравственно, не побоюсь этого громкого слова, про нравственность. Не при Ксении Собчак, Ксюш, большой тебе привет, она нас сейчас слушает, а не при Ксении Собчак будет сказано, прости господи. Ну, так вот, мы морально, нравственно изломаны, изуродованы наши души. Мы все такие. Даже те, кто сохраняет спокойствие, я понимаю, что мы не будем прежними, мы изменились, мы как прокаженные в мире счастливых людей. да, мы как те, которым наклеили чумной билет на лоб. Да, да, мы как в мешках куклу кскла находим среди воспитанников детского сада, которые смотрят на нас абсолютно счастливые, маленькие дети, пускают пузыри и не могут понять, почему мы такие странные. Да, мы все такие. И те, которые, люди, которые из Украины, их интенции понятны, их действия, бедные люди, которые побежали, у меня перед глазами этот вокзал, я помню первых дней войны в Харькове, когда по Харькову уже летели снаряды, и миллион людей в Харькове, на вокзале, черно-белая фотография, как будто это 41-й год. И эти люди покалечены, и мы покалечены, мы все как зомби. Мы не будем никогда прежними. Я не знаю, что будет дальше. Не знаю. Не знаю. У нас у всех этот синдром. Мы все живем в каком-то странном состоянии. Мы все теперь... Мы смеялись когда-то над фриками, дурачками первого канала типа Малышевой, а мы теперь все как это Малышева. Мы все как будто в зазеркалье. Мы все в потустороннем. Мы все пытаемся найти себя, оглядываемся назад, смотрим на фотографии, которые выдает Фейсбук каждый день, как фотографии нашего меморандума, наших воспоминаний, и не можем понять вот этот мордатый, кудрявый, веселый, румяный, прыгающий где-то на сцене в Казани ночного клуба, а на завтра ночной клуб Новосибирска. Каждые выходные одно и то же видение, шоу-программ по стране, я этим зарабатывал, этим жил много лет, видение, видение, бесконечное веселье, и я думаю, это я, это что ли там я, такой вот в этих кроссовках, в этих розовых штанцах, а это публика веселая передо мной, это что все эти счастливые люди во всяких уголках моей любимой страны, по-прежнему любимой, горячо, и страдающей сейчас под гнетом. это все мы когда-то, удивительно, в это сложно верить. Ну что, спасибо тебе, что нашел время, вышел в наш эфир, я знаю, что у тебя глубокая ночь, можно тебе пожелать спокойной ночи, ну и до скорой встречи. Рустам Солнцев был с нами на прямой связи. Мы продолжаем наш эфир.